Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие мои друзья, давно меня не было в эфире, скажем так. Шли ливни, грозы, проливные дожди. В общем, сегодня вот только-только устаканилась погода, скажем так. И я обработала свои томаты, потому что очень много было фитофторных листьев и не мудрено, потому что шел дождь нескончаемый, скажем так. Было очень сыро. Несмотря на то, что они у меня сидят на черном укрывном материале, все равно фитофторы развиваются. Сегодня, кстати, буду делать опрыскивание от фитофторы обязательно. Ближе, конечно, к вечеру. Ну, а сегодня я хочу рассказать, как себя чувствуют мои томаты в открытом грунте. Те, кто не знает, ни разу не был на моем канале, не смотрел предыдущее видео, я напоминаю, что томаты были высажены в этом году очень поздно, в июне месяце, в начале июня. Это вот на Троицу. Вот эти томаты были высажены, которые под дугами стоят. А вот эти томаты были высажены еще позднее. В общем, с 3 по 5 июня. Посеяны томаты. Часть томатов посеяна была в конце февраля, в начале марта. А вот эти вот томаты очень поздние посева. Это где-то конец марта и начало апреля. Начало апреля. Даже вот так вот. Но хочу сказать, что вот эти очень поздние томаты догоняют томаты, которые посеяны были пораньше, в конце февраля и начале марта. Ну, где-то начало марта, это где-то 8-е, 10-е число. Я уже точно не помню. Можете посмотреть по видео, дорогие мои друзья. И сейчас я хочу сделать небольшой обзор тех томатов, в общем, всех томатов. Но особенно тех томатов, которые мне очень понравились. Понравились, несмотря на поздний посев и как они себя ведут в открытом грунте. Итак, какие томаты я селила и как они себя чувствуют. Вот здесь у меня идет томата в 5, наверное. Это ботяня. Я вам уже показывала. Кто-то мне писал, что вы говорите, что ботяня не детерминатный томат, а индетерминатный томат. Дорогие друзья, вы почитайте, пожалуйста, на пакетике с обратной стороны. Кто мне такое пишет, внимательно прочитайте аннотацию к томату. И там все прекрасно написано. Итак, томат ботяня завязал уже первые плоды. Вот эти кисточки у него наливаются. Сейчас я вам покажу. Вот такие томаты уже висят. И вот он завязал. Вот, вот. И продолжает вязать кисточки. Дальше. Вон там уже томатики у меня спеют. Ну, друзья, очень много было от дождей фитофторных листьев. Я просто замучилась. Обкорнала их все. Вот видите, что стволы стоят от начала к земле ближе очень оголенные. Потому что очень много было фитофторных листьев. И, конечно же, на томаты я делала всего одну вне корневую подкормку. Обрабатывала по листу. И вот они так завязываются. Можете видеть, друзья, вот кисть, вот кисть, вон кисть. В общем, завязываются хорошо. Но в том году, у меня уже в этом году, я срывала зрелый томат ботяня. Идем дальше. Идем дальше. Дальше у меня, друзья, идет здесь императорская слабость. Императорская слабость. Вот так все томаты сейчас цветут, цветут и завязывают. Но, я бы сказала, не все равномерно. Вот вы видите, уже тоже наливаются томатики. Вот, смотрите. Одна кисточка идет. Потом уже завязались томатики, другие кисточки. И вот все, все, все. Вы знаете, я не убираю. Вот как он разветвился, я не обрываю вот эти вот. Как сформировался томат. В общем, я пообрезала только нижние листья и все. Вот видите, признаки фитофторы. Пропустила я этот лист. Пропустила. Лист сейчас уберу. И, в общем-то, они цветут. Но сейчас я хочу сделать обработку бором. Вот тоже императорская слабость. В общем, завязываемость томатов неплохая. Неплохая. Но поздновато нынче. Поздновато, конечно. Вот такие вот висят кисточки. Вот это все у меня идет, дорогие друзья, моя императорская слабость. Императорская слабость. Пойдемте дальше. Вот здесь в конце у меня томат. Джек-пот. Джек-пот. Первый раз я высаживаю томат. Какой-то он, знаете, хиленький такой. Но он радует. Он завязал самые-самые первые эти кисточки. Он такой какой-то вот не коренастый, как другие. Вот смотрите, еще кисточки. И вот на вершинке он завершает кисточки. Тут боковые у него. Несколько вот таких у меня томатов. Он такой интересный, как елочка. Елочка растет. И вот этот же томат. Смотрите, сейчас покажу. Вот, как удобно, чтобы было вам. Вот смотрите, он завязал внизу. Вот кисть висит. А вот кисть висит. Так, сейчас покажу. Вот такие вот кисточки. Так, в одной кисти 5 томатиков, в другой вот 3. И вот все дальше он, видите, завязывает-завязывает кисточки. Здесь рядом, вот у меня их, вот здесь, так, 5. По 5 он вяжет кисточек. По 5, вернее, томатиков кисточки. Это у меня, не знаю, как, конечно, у кого. Вот. Ну, что скажу я. Не знаю еще, посмотрим, как он в себя будет вести. Пока вот так он себя чувствует. Ну, вот это вот, вот этот томат, я даже не знаю, какой. Сейчас посмотрим с вами, дорогие друзья. Ага, это опять у меня ботяня. Ботяня вот завязал вот такие вот кисти. Раз, два. И на вершине вот у него вот такие вот кисточки. Посмотрим, как он будет себя вести. Дальше у меня идет... Так, это... Это, по-моему... Сейчас скажу. Ага, это японская роза, друзья. Очень мне понравился этот томат. Вот, очень понравился. Сейчас я покажу вам, вот, которые не под дугами томаты. Ну, в основном у меня здесь идет императорская слабость и ботяня. Ботяня. И вот джекпот. Ну, втесались тут еще в конце у меня уже низкорослые томатики. Потому что они уже... Посмотрите, вот такие вот висят кисти. Так, что это за томат? А что это за томат? Я... Стаканчик у меня потерялся где-то. Вот такая наполненная кисточка. Дальше идет еще кисточка, еще кисточка. Может, даже это... Может, даже... Не знаю, честное слово. Так, потеряла стаканчик, не буду врать. А это вот, друзья, томаты просто в незащищенном, скажем, грунте, в открытом грунте. Часть томатов у меня подвязаны на вот такие колышки, а часть просто стоит не подвязана. Хочу сказать из своего опыта, что вот эти томаты, одинаково я их кормила. Что эти, что эти. Но мой вывод, вот эти томаты, которые посеяны семенами позднее, намного себя лучше ведут в открытом грунте. Намного активнее завязывают плоды, вот. И чувствуют себя намного лучше и быстрее развиваются. Вывод какой? Что не надо торопиться с посевом. Сколько раз я себя останавливала за руку, но это бесполезно. Вот. Ну, конечно, если в следующем году я буду сеять томаты, конечно же, я больше так делать не буду. Ранний посев, это не очень, скажем, хорошо. Здесь у меня тоже идет императорская слабость. Вот эти два больших, по-моему, куста, это императорская слабость. И они посеяны позднее, и на них уже также завязываются кисти и томатики. Друзья мои, очень мне понравился томат Японская роза. Это не томат, а просто сказка. Вы посмотрите, вот такие вот он кисточки. Вот видите, рядом завязал кисть, еще кисть. Вот кисть, вот, вот, вот. И все это на одном небольшом томате. Это томат Японская роза Сибирского сада. Первый год я его посадила. Конечно, я не знаю, как он себя будет вести. На нем тоже было внизу очень много фитофторных листьев. Я все их пообрезала. А вот, вот это тоже, смотрите, Японская роза. Японская роза. Посмотрите, вот такие кисточки. Эти томаты посажены в начале, посеяны в начале апреля. И смотрите, как быстро он завязывает кисти. Вот. Вот это я хотела и сказать, дорогие мои друзья. В общем, этот томат очень мне пока нравится. Будем смотреть, какие у него будут плоды. Не знаю, как они будут вызревать. Посмотрим, еще неизвестно, какая будет у нас погода. Рядом вот стоит томат Санькина любовь. Они, посмотрите, они по виду такие, как, вот такие у них сморщенные листья. Они как елочки стоят. Вот вы посмотрите. Вот. Вот такие томаты стоят просто как елки. Я увидела у них томаты. Томаты он завязал. Сейчас я покажу, где получше. Так. Вот такие висят кисточки у него. Вот такие длинненькие томатики. Такие интересные. Первый раз я вижу такие. Но они очень крепенькие. Вот. Вот такие вот томатики. Но тоже подвержены фитофторе. Но все томаты были затронуты фитофторе. Кстати, не оборвала вот еще один лист. Вот. Но эти томаты тоже посеяны очень-очень поздно. И видите, на них уже завязываются плоды. Вот. Вот. Дальше, дорогие друзья, еще новый томат у меня. Так. Сейчас золотую руну. Вот. Золотую руну. Вот такие кисточки у золотого руна. Такой он томатик. Вот сейчас я вам покажу издалека. Он такой вот, такой реденький, раскетистый. Не сильно, скажем, облиственный. Я немножечко тут укоротила, подрезала. Но не без этого. Потому что иначе все пострадает от фитофторы. И вот этот томат еще золотой руну. Очень хорошо, активно он завязывает кисточки. Красивый томатик. Вот. Вот такой вот. Сразу смотрите. Вот кисточка пошла. Дальше. Через лист. Через лист. Сейчас покажу. Еще кисточка пошла. Вот. Вот такой томатик. Очень много, значит, соцветий. Не знаю, как он выкормит, не выкормит. А томаты я, конечно, подкармливаю, друзья. А это вот, сейчас я посмотрю. Ой. Так. Так. А это императорская слабость, друзья. Вот так. В общем, императорская слабость пока идет у меня на первом месте. Как всегда, как всегда, он радует самый первый, самый ранний. Посмотрите. После ботяня императорская слабость. Плоды, конечно, у него крупнее, чем у ботяня. Ну, посмотрите, какие славные кисточки. Этот томат я... Вот он дальше и дальше и дальше идет. Этот томат я выращиваю не первый год. И он всегда, друзья, посмотрите, какие красивые кисточки. И он всегда радует отличным урожаем. А это вот с ним рядом опять золотой руно. Вот так вот тоже. Не писали мои, значит, подписчики или зрители моего канала. Я уже не помню, что это очень хороший томат. Золотой руно. Посмотрим, посмотрим, дорогие друзья. Ну, вот японская роза для меня находка. Находка. Посмотрите, какие кисти. Какие кисти у него красивые. И сам он не очень высокий, а кистей много. Такие томатики плотненькие, такие ядрененькие. Вот. В общем, вот в таком виде сейчас у меня, дорогие друзья, томаты в открытом грунте. А вот здесь вот эти очень поздные томаты, томаты демидов. И вот здесь еще у меня попал томат сибирская тройка. Сибирская тройка. А в основном посажен демидов. Здесь очень поздно томаты, которые я посеяла. И самая поздняя, поздняя, поздняя посадка. Наверное, 5 или 6 даже июня, дорогие друзья. Ну, вы видите, они активно цветут. Активно. Вот такие у них кисточки. Томаты толстоногие, толстые. Очень толстые. Посмотрите, какие ноги у них плотные, толстые. Поливаю я не часто, а один раз в неделю. Вот была жара, поливала два раза в неделю. Дело в том, что они у меня, у нас здесь болотистая местность. И они сидят, можно сказать, на болоте. На болоте. Здесь целик. Целик. Я просто накрыла этот целик укрывным материалом. И за несколько лет он просто, вот, скажем, облагородился. И на этом месте я теперь высаживаю постоянно томаты. Вот здесь рядышком растут тыквы. Уже тоже завязались тыковки, чтобы место не пропадало. Друзья, вот. Вот такие дела. Еще вот здесь у меня целина рядышком. И я хочу тоже ее таким же образом облагородить. Итак, друзья, смотрите. Вот такие томаты в этом году в открытом грунте. Итак, делаем вывод. Значит, самые первые, самые рекордсмены – это императорская слабость, дающая всегда, скажем так, гарантированный урожай, гарантированный урожай. томат, томат, японская роза, дорогие друзья. Все эти томаты мне очень-очень понравились. Будем смотреть дальше. Ну и, конечно, томат «Золотую руну». томат «Золотую руну» тоже пока себя ведет хорошо. Посмотрим, что будет дальше. На этом, дорогие мои друзья, еще, значит, я предвижу, что будут вопросы. Чем я подкармливаю свои томаты? Друзья, я вам рассказывала, что я делала. Корневые подкормки делаю я. Настой птичьего помета плюс коровяк. Вот в этой у меня бочечке разведено все. Добавляю на 10 литров 1 литр этого раствора и подкармливала. Была подкормка по листу, по листу, внекорневая подкормка – это фертика «Люкс», дорогие друзья. Посмотрите, в предыдущих видео я все там вам показывала. Также подкармливала с добавлением фертики «Люкс» универсальной. Очень хорошее удобрение, уже проверено. Вот в этот раствор с коровяком, птичьим пометом я еще добавляю буквально чуть-чуть фертики «Люкс» в чайную ложечку на 10 литров воды. Ну, а сегодня хочу я сделать обработку буром и от фитофторы. Обработку от фитофторы, фитоспорина. Дорогие мои друзья, хочу прямо вот по укровному материалу, по помидорам, чтобы фитофтора не развивалась. Погода стоит, уже пошли у нас туманы утренние, стало прохладнее, прохладнее ночами. Не знаю, конечно, дорогие друзья, как погода. Все зависит от погоды. Будем надеяться на лучшее. Будем ждать хорошего урожая, дорогие мои друзья. На этом я свое видео заканчиваю. Всем будущих хороших урожаев. И до скорых встреч, дорогие мои друзья. Всех вас люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok